Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире рубрика «Встретились, поговорили». И сегодня у нас очень интересный и приятный повод, потому что наш гость Юрий Радиевский. Человек, который… Это экс-режанин, во-первых, да, ныне живущий в Америке, ныне американский. А бывают экс-режани? Вот мы сейчас спросим. Или это навсегда? Это будет второй вопрос. Да, человек, ставший невероятно популярным, ещё живя в Риге, благодаря КВН, поскольку он был капитаном, знаменитым, легендарным капитаном легендарной команды КВН. Тоже об этом будем говорить. И сделавший свою карьеру, судьбу, уехав в Америку. Тоже, скажем, не побоясь этого слова, миллионер, бизнесмен и очень интересный человек, который написал сейчас… Сейчас такая инфляция, что… Да, да, да. Может быть, это всё в прошлом? Ну, это будет четвёртый вопрос. Так, хорошо. И повод информационный у нас такой, что Юрий приехал в Ригу не с пустыми руками, а он книжку здесь издал. Он написал книжку и издал её именно в Латвии. Книга называется «Капитан. История удивительной жизни легендарного капитана КВН, рассказанного им самим». Во-первых, поздравляем вас. Спасибо, спасибо. Очень приятно держать в руках эту книгу. Она весомая во всех смыслах. Ну, каждое слово на вес золота, и вот так получилось, что… Инфляция тут не властна. Ну и, наверное, здравствуйте, да? Да. И, да, Юрию предоставляется возможность обратиться к Рижанам, потому что очень многие люди его помнят и знают, и мы знаем по реакции на анонсы встреч с читателями вашей книги. Очень публика реагирует бурно, активно. И очень многие сейчас слушают наш эфир. Обратитесь к моим друзьям. Вы знаете, Рижане, старые друзья, всё время задавали вопросы. Ну, а как там? Что произошло? И устал отвечать. Решил, напишу книгу. Читайте сами. А вообще говорят, что в каких-то религиях есть такое понятие – книга жизни. И там в книге жизни тебе что-то записывают. Я решил не ждать. Иди, знай, что они там мне запишут. И вот написал книгу о том, что произошло в моей судьбе. Я, в общем-то, с рождения был москвичом, стал рижанином, потом стал американцем, теперь человек мира, наверное. И вот обратно вернулся в Ригу. И интересно, что вот я постарел, а Рига нет. Она красивая такая. И у нас в КВН кто-то задал нам вопрос на разминке, чем отличается Рига от Одессы. И пришёл в голову такой быстрый ответ, что обе красавицы, но одна уже мама. Отлично. А вот поясним, что Юрий Радзиевский в те золотые для КВН Рижского года стал лучшим капитаном КВН СССР. То есть, ну, практически чемпионом среди капитанов. И вот вы сейчас сказали, задали вопрос, и мне пришёл ответ. Вдруг надо быстро подойти и ответить, да? То, что мы видим сейчас, это уже другой КВН. Конечно, конечно. Потому что тот КВН, во-первых, это был живой эфир. Вот как сейчас мы с вами разговариваем. То есть, если я что-то ляпну, то Рига будет показывать на меня пальцами. А там смотрело сто миллионов человек. А может быть, даже больше. Представляете, идёшь к микрофону, ну, это как пистолет у виска. А груз ответственности ощущался? Страшно было? Невероятный, невероятный. И часто шёл к микрофону, даже бежал к микрофону, а ответа ещё не было. И надеялся на то, что во время того, как я подбегу, осенит что-то. И всегда, ну, не всегда получалось. А цензура была? Боялись цензуры? Во время репетиций, а репетиции были только того, что готовилось дома. Вот домашнее задание мы показывали на репетициях. И там могли вырезать что-то. Мы знали, что у нас будут вырезать. И какие-то лучшие шутки с риском для собственной судьбы, если не жизни, мы прятали на репетициях и не говорили. Экономили. А потом в эфире мы их выдавали. И я помню, как на нас смотрела Светлана Жильцова и Саша Маслюков такими квадратными глазами. Что вы с нами делаете? И потом цензуры, конечно, бегали за нами и спрашивали, а что вы имели в виду? Я говорю, ничего не имел в виду. Ну как, вот разве... Я говорю, у вас какие-то грязные мысли появляются. У меня таких мыслей нет. Потому что на поверхности было всё более-менее чисто. Но люди читали между строчками. И мы знали, что они хотят услышать. И тогда выдавали в эфир. Кстати, поскольку я занимался маркетингом и рекламой последние 50 лет в Соединённых Штатах, и много об этом знаю, таких рейтингов в мире нет, какие были у КВН. Мы вот тогда были такие молодые, мы не понимали, какое влияние мы можем оказать на эту аудиторию. Потому что ведь на следующий день люди говорили о том, что они смотрели вечером. Мне говорили о том, что даже свадьбы откладывали, чтобы не пропустить КВН. То есть повторяли наши шутки. Но мы не понимали, какое значение мы, в принципе, имеем для умов, для настроений в стране. А если бы и понимали, то тоже, наверное, побоялись бы заходить далеко, потому что было страшно. Вот есть фотография, где вы сидите с Владом Листьевым у него в студии. Да. Что это за формат вашего выхода на телевидение был? Это где-то 15, 16, 17 лет после того, как я уехал. Вот здесь вдруг началась перестройка, запахло свободой. И я вернулся на короткое время. Телевидение узнало об этом, молодежная редакция об этом узнала. И сразу пригласили меня на передачу «Взгляд». Я даже не знал, что такая передача есть. Мне объяснили, какая она популярная, кто такой Влад Листьев. И была очень интересная встреча у нас. Но все-таки цензура в то время была серьезная. Поэтому, когда запись передачи пошла сначала с Дальнего Востока, она дошла до Урала, в это время в Москве проснулся какой-то цензор, начал слушать эту передачу и быстро выключил Москву. И дальше в Москве она не транслировалась. Будительные. Будительные люди, да. Будительные люди. Так что я добрался от Дальнего Востока до Урала, немножко за Урал, но до Москвы не добрался. В этой передаче, да. Скажите, вот почему вы решили написать книгу? В одном из пояснений, предисловий, в аннотации написано, что ваш внук вас попросил и практически заставил задуматься на эту тему. Произошло удивительно. Значит, в нашей семье есть первый настоящий американец, то есть который родился в Соединенных Штатах, родной язык английский, казалось бы, но он с детства, вот с тех пор, как начал произносить какие-то слова, он очень хотел говорить с нами по-русски. И свободно, говорит по-русски, очень тянется к нашей культуре, вот бывшей культуре, не бывая бывшей культуры, тянется даже к русским песням мелодичным, хотя он почти профессионального уровня пианист классический. Это не его профессия, он хоть считает врачом, но он очень любит классическую музыку, очень хорошо в ней разбирается и прекрасно играет на рояле. Любит русские песни. И его интересуют вот наши корни, как это все произошло. Мы пытались ему рассказывать, и он говорит, ты знаешь, нужно, чтобы ты написал, обещай мне, деда, ты напишешь. И вот недавно он меня, в общем, припёр к стене и сказал, обещание дал, пиши. А обещание, которое я ему даю, я выполняю. Вот так получилась эта книга. Замечательный внук. Была и другая причина. Знаете, для Яшки это очень важно. Он Джейков, но для нас он Яшка. В нас, во мне и в Ане, которая моя партнёр по жизни и по делу, по бизнесу, накапливалась наша полная событий жизнь, незабываемых событий, хотя многие из них хотелось бы забыть, и читатели этой книги увидят и поймут, о каких событиях я говорю. Это всё накапливалось, 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 а мы по жизни не шли, а бежали. Ну вот просто то на гребне волны, то падали между... Осмысление. Не было времени осмыслить. Мы ушли из этого бизнеса, в котором работали 24 часа в день, 7 дней в неделю и 365 дней в году, приблизительно 7 лет тому назад. И вот мы начали потихоньку пытаться осмыслить, а что же с нами произошло? И вдруг я почувствовал, вот всё, что накопилось, это надо вылить. И когда я начал писать эту книгу, из меня это выливалось, но таким потоком, даже без черновиков. То есть практически вот то, что написано в книге, не нуждалось в редакции. Это просто рассказ о жизни, каждый момент, который был жив в нашей памяти. И мне стало легче после того, как я написал эту книгу. Мне стало легче. Вы знаете, удивительно... Мне кажется, просто я... Спасибо. Мы получили здесь в редакции в подарок книгу, как только она вышла из типографии, ещё до того, как Юрий Радзиевский сам приехал в Ригу. Начали её читать. И поражает, что... Как вы помните какие-то такие трогательные детали от ощущений, запахи, какие-то виды с самого детства? То есть книга начинается в коммунальной квартире на Малой Бронной в Москве. Потом какие-то абсолютно невероятные эпизоды, связанные с Ригой по ощущениям, которые, кажется, их невозможно помнить по прошествии стольких лет. Как вы сами себе объясняете феномен в вашей памяти? Я пытался даже это в книге объяснить. Вы знаете, вот как проявляются напечатанные фотографии, да? Сначала они какие-то мутненькие, потом начинают контуры вырисовываться, и всё. Вот то же самое произошло с памятью. Я нашёл какую-то ниточку, я потянул за неё. И стали утягиваться. И всё... Я переживал это всё. Вот каждую главу в этой книге, там, я не знаю, 50-х глав, я снова пережил и детство, и юность, и КВН, и изгнание из СССР, и вот эту новую планету Америку, которую мы для себя открыли, не зная ни одного человека, не имея ни одного родственника. 200 долларов в кармане, маленькая дочка на руках, и языка нет. Но вы доказали, что всё возможно. У меня был очень смешной случай. Там какие-то добрые люди, которые встретились с нами по пути, встречались очень хорошие, добрые люди, о них пишут тоже в книге. Они решили познакомить нас с такой парой, Сюзан и Роберт Месси, писатели. Они написали очень много о императорской семье, о России, писали это и журналисты, и историки. Они говорили по-русски, мы им объяснили, чем мы занимались здесь, и они сказали, вам обязательно нужно пойти на телевидение и познакомиться. Вот там у нас есть друг, он старший вице-президент компании NBC. И вот я пошёл на телевидение. Ни слова по-английски. У меня с собой журналы и газеты, которые пишут про КВН, там моя фотография, а чёрт его знает, он думал, фотография кого, чего, почему, может быть, меня там государственные органы разыскивают. И я ему повторял одну и ту же фразу, три слова, которые я знал. Ми, Ти Ви, Джаб. Ти Ви, Ми, Джаб. И я это всё повторял, он устал это слушать. Ну, дайте мне работу на телевидении. Ну, да, да. Вот это значит, дайте мне работу на телевидении. Он не выгнал меня, потому что какие-то хорошие его друзья попросили провести со мной полчаса. Вот это единственная причина. Но эту фразу он запомнил, потому что это всё, что я мог сказать. И он сказал, прекрасно, вы мне не звоните, я вам обязательно позвоню. Я пришёл домой, то, что можно было называть наш дом, это был подвал в небольшом доме не в очень хорошем районе Бруклина. По программе приёма эмигрантов. Да, да, да. Ну, и спасибо им за это. Была всё-таки какая-то крыша над головой. И сказал Ане, что у нас всё в порядке. Он мне позвонит. Я понял это. И вот я до сих пор жду этого звонка. Но интересно, что где-то лет через 15 мы встретили этого человека на какой-то партии, на какой-то вечеринке там. И друзья, которые там были, друзья, которые были, они знали эту историю. Я показал им, сказал, это он. Смотрите, я говорю, за развитием событий. Я подошёл к нему и сказал, мы с вами знакомы. Он вежливый человек. Говорит, да, 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 конечно, мы знакомы. Но напомните ли, где мы с нами встречались? Я ему сказал, хорошо, я... Вот такая фраза. Ми, Ти-ви, Джаб. Ти-ви, Ми, Джаб. У него открылись широко глаза. Он вспомнил. Он сказал, этого не может быть. Я говорю, как не может быть? Это же Америка. Здесь же всё может произойти. То есть в Америке может произойти всё, отвечая на ваш вопрос. Не обязательно хорошее, но и плохое, но, в общем, страна возможностей. Но книга – это вообще, как сказать, это история судьбы человека, семьи, да, потому что вы себя не отделяете от Анны, как своего спутника, и партнёра, и помощника, да, и дети у вас там все, значит, фигурируют, и внуки, и бабушки. То есть это история семьи на фоне эпохи, да. Эпоха начинается, да, если мы начнём от бабушки, это ещё царская война, да, и вы – это, в общем-то, коммуналка на Малой Бронной. Да. И очень такое, для читателей, которые будут читать, ощущение, вот мне, например, напомнило, это вот «Казаков», фильм «Покровские ворота», это вот абсолютно, это вот эти какие-то отношения, это детали, это такое же потрясающее чувство юмора, вот, и, а потом получается, что вы с «Казаковым» были знакомы по КВН, и вас судьба свела. А вы знаете, вот на Малой Бронной в нескольких домах от нас жил Галич. И моя мама дружила с женой Галича. И они вот шапочки для Зин и для Зим вязали, и они зарабатывали деньги таким образом вместе. Представляете, какая была эпоха? Жена Галича, Галича, вяжет шапочки, чтобы продавать, чтобы было, чтобы ликвили деньги. А потом, когда вы стали уже звездой, и Элина Быстрицкая, и как раз Казаков дали наивысшую оценку вашему артистизму. Это было на первой самой встрече КВНа. Мне повезло. В правильное время я нашел правильные слова, им все это очень понравилось, они дали очень высокую оценку. А с Казаковым была очень смешная история. Он сказал, что вот у нас родился новый капитан, знаменитый, он нам так понравился, что всегда для него в нашем театре будет лежать билет. А попасть тогда в современник было тяжелее, чем попасть на прием в Центральный комитет партии. И люди, предприимчивые люди в России, находчивые люди. Каждый вечер туда кто-то приходил и говорил, что Юра не придет сегодня, но он просил его билет отдать мне. У Казакова начались неприятности в театре. Замечательно, находчивый народ. Давайте вернемся к тому вопросу, который мы прононсировали, про экс-режан. Бывает ли экс-режане все-таки бывшие? Ваш личный опыт? Что подсказывает? Мой личный опыт. Я не могу себя отделить от Риги. Я приехал в Ригу из Москвы учиться в этот институт, институт гражданской авиации. Жалко, что его нет. Это было прекрасное учебное заведение. И, кстати, 1 октября я встречаюсь с бывшими студентами и преподавателями. В конце программы мы обязательно очень четко и внятно проанонсируем, где пройдут встречи с Юрием Родзиевским, где пройдет презентация книги «День и время». Вот слушайте до конца и записывайте. Приготовьтесь. Я приехал в Ригу, мне было 17 лет. И вот годы становления, сознательные годы до 28-11 лет в Риге, они прошли здесь. Здесь родилась моя дочка, две дочки родились, здесь была семья, здесь были КВНы, здесь был институт, здесь были, может быть, одни из самых интересных и лучших моментов в моей жизни. И самые плохие тоже были здесь. И, в общем, отделить себя от этого города я не могу. А любимые места какие-то у вас были в Риге, чтобы вы приехали сейчас и обязательно хотите туда сходить? Потому что? Потому что? Есть места, в которые я не хочу ходить. Это вот дом на углу бывшей улицы Энгельса, пересекающийся с бывшей улицей. да, потому что в этот дом входили, а могли выйти, заняло бы время выйти из этого дома годы. Мне нравятся парки, я обожаю старую Ригу, я обожаю наш дом, в котором мы жили. мне нравятся газоны, в которых я связал втихаря цветы и носил Ани, поскольку денег на покупку цветов не было. Мне нравится район института, хотя он, может быть, не самый красивый по сравнению со старой Игорь, не исторический, но для меня он значим. значим или значим, вот уже не помню. Значим. Значим. Ох! Ну, я понял, что я сказал неправильно. То есть, что-то от русского языка осталось. И аромат в Риге, вот куда не пойдешь, это аромат города моего становления. А когда я первый раз сюда прилетел, я об этом пишу в книге и, в общем, добрался до центра Риги, я подумал, что я случайно пересек границу Советского Союза. Но не похож был этот город на советский город, с которым я был знаком по Москве. Это вы ездили из одной Риги, а вернулись с другой? В 62-м году, когда я приехал сюда, в институт. Начало 60-х. Я попал совершенно в другой мир. Я даже на улице мог различить тех, кто вот здесь уже не первое поколение жили, от тех, которые, в общем, пришли вместе с советской властью. Была видна разница, но те вот коренные ежане, в них было что-то новое для меня, от какого-то другого незнакомого мира. Было очень интересно. Я пытался в этом разобраться, и даже вот Аняна семья, несколько поколений жили в Риге, потом я узнал, что ее мама училась в Бельгии. Училась в Бельгии. Да, 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 да. Училась в Бельгии, она говорит там на четырех языках, и французский, и немецкий. Дома говорят и по-латышски, и по-немецки, и по-французски, и русский уже какой-то четвертый. Я не мог это все переварить. Мальчишка с малой бронной вдруг вот такой город с такой историей, которая отличается от истории, в которой я живу. А если бы вас попросили самого определить себя, да, то есть вот есть Москва, есть Рига, есть Америка, есть КВН, есть специальность летная, есть бизнес, есть реклама, есть маркетинг. Вот Юрий Радзиевский. Как бы вы сами себя представили? Есть такая пословица, что можно вывести мальчика из Сибири, но нельзя Сибирь вывести, вынести из мальчика. Вот смотрите, прошло 50 лет в англоговорящей стране. Не просто в англоговорящей стране, я занимался бизнесом, в котором английский язык был необходим. И я все еще через 50 лет говорю на правильном русском языках. И даже сумел написать книгу. То есть мальчик Юрий Радзиевский, это мальчишка с малой бронной. И несмотря на то, что у него получилось в стране дяди Сэма, я все еще мальчишка с малой бронной. А что бы вы себе, вот оглядываясь назад, вот с сегодняшним опытом, себе тому мальчишке посоветовали сейчас? Вот встретили бы его, сказали бы там ничего не бойся или там не делай так. Я бы ему сказал, что ищи волшебную дверь. Вот была такая книжка «Тони и волшебная дверь» Говарда Фаста. Почему я знаком с этой книжкой, ее перевела на русский язык моя тетка. Там была волшебная дверь. Тони открывал эту волшебную дверь и попадал совершенно в другой мир. Книжку в конце концов запретили, потому что какой может быть мир, кроме какая волшебная дверь. Все двери здесь есть двери, которые мы не открываем и не запрещаем открывать. Я бы ему сказал, ищи волшебную дверь. Мир значительно больший, чем малая бронная. Мир очень интересный. И ищи, и ты найдешь. Что-то, наверное, было какое-то предчувствие даже у меня, что что-то будет в моей судьбе. Все будет хорошо. Моя тетка, переводчица очень известная была и ее муж. Он был доцентом кафедры английского языка в МГИМО. Они много ездили. Он был переводчиком на Нюрнбергском процессе. Он был переводчиком маршала Жукова, когда подписывали капитуляцию Германии. Он переводил это. У меня даже фотография есть его. И они много ездили. И у них вот привозили из-за рубежа всякие вещи, привезли магнитофон. И там пленки Элвиса Пресли. Я не забуду этот день. Когда они начали, включили этот магнитофон с Элвисом Пресли, у меня начали шевелиться волосы на голове. Во-первых, я такого никогда не слышал, но что-то вот в этом звуке, в этом необычном строении музыки, необычном для моего уха, что-то просто сигнал мне какой-то может быть посылало, что когда-то я начну в этом разбираться и это будет ближе ко мне, чем в те времена. А скажем, есть какие-то, оглядываясь назад, уже вот вы, как вы называете, в стране дяди Сэма, вот вы в Америке уже несколько десятилетий живете, но оглядываясь назад на Малую Бронную, на Институт инженеров гражданской авиации, на Студенческое братство, есть какие-то, может быть, тонкие вещи, какие-то ценности, которых там вам не хватает и по которым вы скучаете? Ну, многие говорят о том, что вот понятие... Это все-таки разные менталитеты, разные ценностные какие-то проекции. Многие говорят о том, что вот понятие дружбы, близости, локти друга, плеча друга было очень важно, действительно было очень важно, потому что жизнь была нелегкая, и надо было держаться вместе и помогать друг другу. В Америке это по-другому. Кажется, что когда они спрашивают тебя «How are you?», то есть «Как вы?», они не подразумевают точного ответа. Это просто так, привет, привет, привет. Но в глубине они добрые люди, в общем-то добрые люди, и нам многие из них помогли, но они по-другому помогают. Они не называют, не вкладывают в понятие дружбы то, что вот мы вкладывали в Советском Союзе. Но это добрые люди, отзывчивые люди, и нам повезло, что мы таких встретили на своем пути. Есть понятие в Америке «прайваси». Личное пространство. Личное пространство, да. И это поразило нас. Здесь, вот в нашей прошлой жизни, кто-то мог постучаться дверь ночью, позвонить рано утром, обратиться к тебе в любое время. Залезть в свой холодильник, и воспользоваться. Сейчас уже тоже такого нет. Тогда это было. Тогда это было совершенно... А в Америке это совсем по-другому. «Прайваси» — это «прайваси». Это личное пространство. Ты даже... Вот на какой-то участок, там заборов даже нет, не имеешь права зайти на этот участок, потому что это «прайват». И в принципе, если ты заходишь на чей-то участок без разрешения, хозяева этого участка могут с тобой делать все, что они хотят. я научился ценить, кстати, это. Потому что иногда хочется быть в своем собственном пространстве, которое не нарушается неожиданными звонками, гостями и так далее. Игорь, давайте вернемся в Ригу еще немножко. Хотела только спросить такой вопрос. Когда... что на вас обрушилась огромная популярность вот эта, да, когда вы получали там тысячи писем, там какие-то у вас поклонники, поклонницы. Кстати... Какой-то момент был или это постепенно было? Про тысячи писем ваш коллега по КВН, автор книги о КВН, написал, что 4 тысячи писем Юрий Радзиевский со всего Советского Союза получил от девушек. И в комментариях пришел ваш друг Лев Малинский и написал, что не 4 тысячи, это ошибка. Их было гораздо больше. Значит, Леву я назначил патчмейстером. О, как! И Лева разбирал эти мешки, мешки писем, которые приходили нам на имя команды КВН, чаще всего на мое имя. Он сразу же написал, как только прочел это в Фейсбук, что их было значительно, значительно больше. Там действительно были тысячи и тысячи тысячи писем. Но по поводу популярности на сцене КВН в зале сидит, ну, может быть, пару тысяч человек. И нет, ты не осознаешь, что... Да. Да, да, да. Не осознаешь, что тебя смотрят больше ста миллионов человек. На следующее утро, когда я вышел из гостиницы и сел в такси, то... Узнавали? То, значит, таксист повернулся ко мне, посмотрел на меня и сказал, ну, парень, ну ты дал вчера. Я думаю, о чем он говорит? Кто он? И вот тогда я понял, что... насколько передача, в общем-то, смотрибельная и популярная. Популярность эта зашкаливала, и, может быть, не просто из-за того, что мы такие были хорошие, но было-то всего два канала там на телевидении, черно-белое телевидение, а что еще смотреть? А это первое, как открытая форточка, глоток свежего воздуха. Ну, плюс юмор прекрасный. Да, да, юмор и какая-то острота там, и немножко сатира, и немножко запрещенного где-то там угадывается. И молодежь. И молодежь, да, и молодежь. Было много энергии в этом. Сейчас-то театрализованное представление. Шоу. Шоу. Ну, может быть, и эволюция такая должна была произойти, но нет основных конкурсов, которые были тогда. Например, конкурса капитанов сейчас нет. Что такое капитан команды? Даже не знаю, кто там в команде какой-то капитан. Но нет конкурса капитанов. А там был, и это было очень важно, конкурс. Потому что часто команды шли рядом по очкам. А конкурс капитанов обычно был последний. И вот ты выходишь на сцену, или твоя команда проиграет, или выиграет. И все это благодаря тебе. И проигрыш, и выигрыш. Это страшно было. Это было страшно, да. Экспромт. Экспромт, да. Экспромт. То есть вы мастер экспромта. А я думал, что я мастер короткого жанра. Вот 30 секунд, короткий ответ на как... И тут вдруг книга из меня получилась. Родилась. А в этой книге 430 страниц. То есть оказалось, не только короткий жанр. Но и ваша японская внучка, это тоже мальчик с малой бронной, у которого внуки американцы стали, и одна даже японка, она тоже будет читать эту книгу для того, чтобы понять, откуда она собственно родит. Вы знаете, последняя глава в книге называется «Предсказуемость непредсказуемого». Предсказать невозможно было то, что произошло с нами, с рождения до сегодняшнего дня. То есть решить, что я когда-то буду там на Мэдисен-Авене, где родина рекламных агентств, у нас будет свое известное агентство, что я буду... Первым, как вас называют, первый миллионер выходит из Советского Союза. Да. Первый американский миллионер выходит из Советского Союза. Но самое странное, что, в общем, там деньги можно делать на чем угодно. Это не ресторан, это не такси, это не продажа машин. Это американский бизнес. Там русских не бывало. Какой маркетинг? Даже слова такого не было по-русски. Какая реклама? Летайте самолетами аэрофлота. Вот и вся реклама. И вот как-то так получилось. Меня самого это удивляет очень, как это все произошло. И предсказать то, что у нас будет японский зять, и у нас будет японская внучка по фамилии Омура, и зять, которого зовут Такаши Омура. Меня спрашивают, а что из этого фамилия, а что из этого имя? Такаши или Омура? Вот. Он такой японец, под два метра, занимался регби, и занимается арт-директором. Арт-директором рекламы. Внучке 17 лет. Она по-русски не очень хорошо говорит, и я пытаюсь перевести эту книгу. На японский. На английский хотя бы. На японский тоже. Нелегко. Вы знаете, это невероятное количество каких-то приключений, сюжетов и исторических... Даже оглавления читать, это уже... То есть у этой японской внучки есть прапрабабушка, и происхождение, которое идет от известных российских дворянских фамилий. Этот сюжет вот еще остался за кадром, там масса всего интересного. Поговорить об этом, а также приобрести книгу, встретиться с Юрием Радзиевским, получить его автограф. Можно будет. В этот четверг, 29 сентября, в 6 часов вечера, в книжном кафе «Полярис», в торговом центре «Домино». Приглашаются все... Вход свободный. Вход свободный. А также в родных стенах института... Кроме этого, там будет большая скидка на книгу. Минус 10 евро. А то есть во время презентации книгу можно будет приобрести со скидкой и... 10 евро скидка. 10 евро скидка. Потом тоже можно будет, но без скидки. Не надо платить так же за доставку. Да. И... Только имейте в виду, книга очень тяжелая. И главное еще поболтать с автором. Получить автор. Ну. Да. Посмотрите, вот в смысле экономии. Купишь одну, 10 евро сэкономил. Две. Не забудьте, можно две купить тоже. Да. Ой, а если 10 евро сэкономим. А если 10? Сто евро сэкономим. Ну вот. Идем и экономим. А также, Юрий, пригласите своих знакомых по институту. Значит, это 1 октября. Да. Не только по институту. Все приходите 1 октября. Это в полседьмого вечера в здании... ТСИ. ТСИ у вас называется. Да, да, да. Это Ломоносова 1. Да, конференц-зал института транспорта и связи Ломоносова 1. Вот. Тоже вход свободный. И все будут очень рады друг друга видеть. Потому что, когда был юбилей РКИГА, который широко здесь отмечался, все прилетали, вы не смогли приехать. Вот сейчас вот все рижане, которые имеют отношение к этому событию, могут прийти и встретиться. Жду всех. Буду рад встретить. И у нас программа уже подошла к концу. Осталось полминуты. И, Юрий, поскольку вы мастер сверхсуперкоротких ответов, быстрых, да, вам предоставляется заключительное слово в нашей программе. Я пришел в эфир вашего радио, чтобы сказать, что... Бегите к микрофону. Чтобы сказать, что теперь для тех, кто купит эту книгу и прочтет ее, я вот перед вами буду стоять словно голенький, а на встречах вы можете задавать вопросы из зала о подробностях, как по... А из зала мне кричат, давай, подробности. Я пришел, чтобы вернуться в Ригу и рассказать Риге о том, что со мной произошло. Это в какой-то степени портрет эпохи, отражение этой эпохи. Значит, тем, кто в те времена жил и немножко подзабыл, мы напомним, а те, кто не помнит тех времен, мы о них расскажем. Вот. Для этого я вернулся. Спасибо. И приглашаем, конечно, всех рижских ребят, которые играют в КВН. Конечно. Всего доброго. Это была программа «Встретились, поговорили». Говорили мы с Юрием Радзиевским, гость из Америки, и в четверг в 6 часов вечера приглашаем на презентацию его новой книги в книжной кафе «Полярье» в торговом центре «Данк». До встречи с читателями, которых я уже априори заранее очень люблю и благодарю за то, что они придут. Всего доброго. Всего доброго. Веслушайте радиоболтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова